Скажите, пожалуйста, у дочери ей 7 лет, третий раз перелом. По какой-то причине с ней это случается? И как родители могут повлиять на эту ситуацию? Родители уже повлияли на ситуацию, они родили человека, у которого есть судьба, понимаете, своя. Уже повлияли на ситуацию, всё. А дальше уже можно повлиять на ситуацию, если молиться. Понимаете, если очистить судьбу с помощью только молитвы и духовной жизни, мы освящаем пищу, когда готовим, мы молимся, ходим в храм, допустим, на духовные мероприятия, поклоняемся святому человеку, всё это очищает судьбу, детей тоже очищает судьбу. Судьба становится легче. Вместо перелома будет ушиб уже, а потом вообще не будет даже никакого перелома. Понимаете, но вот взять и сделать так, чтобы не было переломов у ребёнка, к этому склонности не было. Такого нельзя сделать. Первое, что я хочу сказать, что обычно в этих случаях на всю жизнь костная система уже страдает. Обычно вот то, что я, мой опыт показывал. Там канал психический забивается определённый. На всю жизнь костная система страдает. Плюс рассеянность внимания. Это уже другой канал психический. Почему перелом? Потому что человек не замечает ситуацию. Некоторые головой бьются постоянно. Почему? Потому что габариты неправильно работают. Человек не может вписаться головой габариты. Понимаете? Почему? Потому что концентрация внимания не работает правильно. Это уже другая болезнь. Такому человеку нельзя, если он головой бьётся, ему нельзя машину водить. Потому что он уже тогда не головой будет биться, а всем телом. Вот. Ну, то есть, это судьба. Можно ли это убрать? Нет, нельзя. Можно уменьшить. Сделать совсем слабым. Но если человек побеждает свою судьбу, то значит, он уже святой. Понимаете? Когда можно совсем победить судьбу? Когда ты стал святым совсем уже. Вот в этом плане надо мыслить. Что я побеждаю судьбу, значит, я уже всё, чистый, возвышенный человек. Так, конечно, себе не надо думать. Но можно предполагать, что раз я побеждаю судьбу, значит, уже по-другому живу. Другая жизнь уже. Но побеждается судьба только с помощью молитвы. Некоторые люди думают, что вот мне там бабушка какая-то, бабушка какая-то, я пришёл к ней, она такая. Всё. Всё, не будет проблем. Это самообман. Денежки ещё большие заплатили. Самообман просто, и всё. Этому не надо доверять. Бабушки не помогают. Наставники помогают. Есть наставники, есть молитва, судьба потихоньку проходит. Опять же, почему мы к бабушкам идём? Потому что мы хотим, чтобы всё легко было в жизни. Хотим быстро всё исправить. Раз-раз и всё, нет проблем. Как сделать так, чтобы переломов не было? Пошептали, пошептали. Всё, переломов нет. Конечно, это срабатывает как-то, потому что если человек во что-то верит, то вера защищает. В какой-то степени срабатывает. Если бабушка будет очень сильно так эффектно делать всё, вера будет больше, будет больше эффекта, да, защита будет. Но не всё равно нет гарантии, что когда-нибудь опять ребёнок не попадёт в эту ситуацию. Поэтому первое, что нужно понять, что я не могу за ребёнка жизнь прожить. Вот ребёнок родился, у меня ребёнок, я его поставила высшей целью жизни. Теперь что это значит? Это значит, что я должна сделать так, чтобы не было никаких проблем у него в жизни. А вы видели хоть раз, чтобы у человека не было проблем в жизни? Такое видели хоть раз? У всех были проблемы. Серафима Мусаровского, куда святой, более святой человек, спину перебили. Я просто не привожу вам примеры в других традициях, потому что многие не знают их. Там тоже такие же ситуации, что даже святые люди терпят испытания в жизни, не то, что простые. Тогда на что рассчитывать? Но мать, она хочет, чтобы у ребёнка не было проблем, значит, она считает себя Богом. Она думает, что если она родила ребёнка, значит, она может избавить его от всех проблем. Но вот в этом как раз заключается проблема. Ребёнок родился, у него есть своя судьба. Он может погибнуть в детском возрасте, может искалечиться, быть инвалидом. Всё, что угодно может с ним, с ребёнком. Вы думаете, нет, нет, с моим Олег Геннадьевич не будет. Ну хорошо, вы верьте в это, молитесь. Но если что-то произойдёт, то знайте, что так всегда бывает в этом мире. В этом мире нет, никто не застрахован ни от чего. Никто не застрахован. Здесь есть свои испытания у каждого человека. У каждого человека есть испытания. Поэтому вы так делайте, но если у вас не получится помочь полностью, то поймите, что вам не надо впадать в стресс от этого. Мы можем хоть как-то помогать друг другу, но наши возможности ограничены. Как отличить интуитивное знание трудной ситуации впереди от несозревшего астрологического времени. Три года хожу, вот набралась. Три года хожу, но не имею сил принять решение переехать в другой город. Из-за этого страдает мой сын и муж, что ли? А, муж, да. Сын хочет жить отдельно в Москве и так далее, и так далее. Долгое время нахожусь в стрессе из-за своей нелишительности. Ну, на самом деле, для женщины нет проблем, что она нерешительна. Мы с женой до сих пор еще не купили свое жилье. Все деньги отдаем на всякие благотворительные цели. И у нас иногда бывает, нужно переехать. Жена говорит, нет, я здесь буду. Никуда не переезжаю. Я говорю, ну хорошо, давай так поживем. Потом я там поживу, куда надо переехать, а ты пока здесь недельку поживешь. Договорились. Вот, на следующий день я беру вещи, собираю и переезжаю в другое место. И она тоже собирается параллельно. Я говорю, ты же здесь хотела пожить. Она говорит, я лучше там пока недельку поживу. Не понравится, потом назад вернусь. Я говорю, ну поживи там недельку, хорошо. Потом назад, конечно, вернешься. Недельку живет там и говорит, я теперь, Олег Геннадьевич, никуда больше не поеду отсюда. Никуда не поеду. Я здесь теперь всегда живу. Я говорю, конечно, теперь всегда здесь. Ну, как бы, это же не проблема женщины. Я не могу переехать в Дубну. Ну, это не твоя проблема. Муж берет все вещи, собирает и говорит, ты хочешь без вещей жить здесь, оставайся. И все, ты не можешь переехать в Дубну. Ну, не требуется переезжать в Дубну тебе. Да муж переезжает в Дубну. А ты остаешься там, где была. Женщина же наседка по природе. Попробуйте курицу с места сдвинуть. Яйцо насиживает. Такое там устроит, что не дай бог. Это природа какая у женщин, наседка. Из дома не хочется выходить. Переезжать тем более. Так я тебе говорю или нет? Ну, это нормально. У женщин такая природа. Мужчин, наоборот, куда-то несет все время. Это нормально. Получается гармония в результате. Стресс-то в чем заключается? Что муж не может переехать. Не знает, как с женой себя вести просто. Взял, да переехал, и все. Чего беспокоиться? Мужчин, наоборот, куда-то несет все время. Спасибо. 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 Спасибо.